Парсучий случай 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 Многим это помогает в жизни. И вот, если сказать, задавайте вопросы, значит, если там люди, может, они даже хотят задать, будут сидеть, а нагло, человек дует и любую ерунду спрашивает, я должен отвечать, а те стесняются. И поэтому отпор вопросов получается, ну, неравноцентный. Нагло и спросят, да, стеснительно, так и уйдутся к своим вопросам. Пишите, вот прямо сейчас начинайте, не дожидайте, пока я вам что-то расскажу. Независимо от моего рассказа, задавайте то, что вам хочется от меня услышать, так? И мы через, вот сейчас у нас так, где-то около двух часов на время, значит, мы, значит, первый час я пополтаю, немножко кое о чем, о свободной теме. Очень меня интересует, вот, конечно, уже пишет, но, может быть, хотя бы, я бы прямо в лицо открыто это сказать. Если бы вы замечаете, только в этом, это, по-моему, в каком-то фильме есть, когда мне, я хочу вам сказать, откровенно, невзирая на лицо, прямо вам заявить, что вы замечательный человек, мы лучшие всех, самый умный, сам хороший. Ну, так как-то, даже даже, сколько угнем, вы замечательный, чего-то такое. Ну, это шутка там такая есть, у нас сейчас вот эти все, что только не найдешь. И вот, ну, не буду цитировать интернет, это, конечно, вот, давайте, вот, пишите. Ну, аккуратно, только что я прочесть, плохо, набросать вещи, качать, сейчас начну их читать, отвечать конкретно на вопрос. И не стесняйтесь этого, из задних рядов тоже. Вот, говорю, вот, девочка, прям, взял, давай, писал, ударь меня сюда, я, давай сюда, положи, вот. Вот, думается, ой, что-нибудь очень-то такое. Ну, вот, очень интересный вопрос, как возникли животные, вот это, я могу сказать, человек, как растения возникли. Вот с этого и начнем, потому что, понимаете, как возникли животные, надо начать с самого начала. Как возникла вселенная, правда? То есть, если вы не знаете, как она возникла, тут это мой колек, знаете, я не знаю, я точно не знаю, как она возникла. Но, я пытаюсь догадаться. Я хочу вам привести одно знаменитое высказывание, одно первое, собственно, первое из философов Древней Греции. Были такие два выдающихся периода в жизни человечества. Я не говорю уж о Востоке, там очень много, вот, какой-то, были различные ученые, различные, так сказать, ну, вот, тысячелетняя история Китая, да, с его, вот, этими вечными, такими древними учениями, которые, действительно, очень много дают нам, эти, вот, Йоги, Шаолинь, там, и все прочее. Мы с ними мало знакомы, хотя там много очень интересного. А вот из того, что в Средиземноморском бассейне происходило, в котором мы тоже относимся, наша культура, вот здесь вот, Европа, так сказать, Западная Евразия, вот в этом регионе. Здесь, конечно, древнегреческая культура, и вот все ученые, Сакрат, Аристотика, как я называю, Платон. Ну, вы даже точно не знаете, когда они, они друг за другом жили, и друг у друга даже учились, нет, и один другого сменял. А потом, здравствуйте, я опять провалился на много веков ничего, такое дремучее средневековье, помните? Ну, тоже что-то такое давало, но не столько. Там, вот, религиозный, конечно, фанатизм, вот это, католицизм, он, значит, очень сильно тормозил, потому что кто бы не хотел, кто-то что-то открыть, догадаться, там, что-то новенькое сказать, не соответствует Библии, и все. Я начал, говорит, заткнись, и затыкаешься на костер, вот и все. Говорит, только народ погорелок, не в переносном, а в прямом смысле это слово, я не помню точно за что, но сожгли я на пусы, помню, такой чешский был проповедник, там, я знаю, ученый, я думаю, не очень точно знаю, что он там накрывал. Ну, он очень ссорился с властей, придержащим, какой-то там, Карл какой-то, Карл, не знаю, пятый какой-то, или что. Вот он, не выдержу все его критики, давайте инквизиции, говорит, просите, если он противоречит его высказыванию Библии, в любом понятном, взять его на костер. И вот он, я здесь был сожжен, и прямо вот на Пражской площади, он там бывал в Чехии, тогда еще в Чеховакии, вот эта площадь, храм стоит, этот Пражский собор, такой красивейший. И вот рядом вот это место, где царь Филипп, ну, одного из лучших людей, так сказать, мыслящика этой страны, вообще ужас какой-то. Будто пройдешь, и как-то мороз похоже, но он был настолько доброжелательным, вообще, несмотря на то, что он и ссорился с королем, но такой доброжелательный. Понимаете, он, значит, его привязали там к столбу какому-то, деревянную, наверное, привязали, обложили его, так сказать, всякими дровами, подожгли, и вот он же, видит, а вот загорается, и последние слова его, где-то вообще, где видно, понимаете. И вот он, видит, как подходит какая-то старушка, настолько все молодые, у нас таких старушек не бывает, а у них бывают старушки, значит, идет старушка с охапкой хворост, она собрала хворост, и она идет сделать плохое дело, говорит, такой, значит, способный к дьяволу, или такой человек, который не должен жить, правда, или идти как угодно, а, значит, что там плохой человек, то надо сжечь, надо этому помочь, там, Бог поможет, вот она. Он с такой, с радостью совершает вот так, как голову уделано, бьется прямо у потных процентов, так, как хворостно, понимаешь, и он вместо того, чтобы сказать, ты старушка, дура, бля, вали отсюда, или что, он такой, он смотрит на нее, ну, жалостно, улыбаясь, конечно, последняя улыбка была, и говорит, санктосимплицитас, они тогда все по-латыне говорили, это переводит на святая простота, и говорит, что, действительно, простая женщина, кто думает, что она делает святое дело, сжигает какого-то жуткого грешника, люди, да, просили, вот он так, и когда по-доброму, не посылает, не знаю, какие буквы, он сказал, что это святая простота, вот сожгли, а вот так же сожгли Джордана Бруно, уже в Риме, это следующая эпоха Возрождения, там, такие появились ученые великие, как Галилей, Галилео, Галилей, это, значит, итальянец уже, не грек-итальянец, потом, значит, Ньютон, Исаак Ньютон, или как вообще правильно по-английски сказать, Исаак Ньютон, а он Айзик Ньютон, это вот Исаак, по-английски называется Айзик, я тоже Исаак, это знал, когда появился еще Айзик Азимон, помню, писатель пишет, то, что они, по-искому надо говорить, Айзик Ньютон, Айзик Азимон, вот, ну, Исаак, это вообще-то еврейское имя, такое иудейское, ну, один из святых Ветхого Завета был Исаак, так слышали, и вот Исаак Ньютон, Галилей, Коперник, поляк, между прочим, или Полик, как они совместили, Полик, вот, и вот они сделали открытие, причем, вот этот Коперник изобрел какой-то телескоп, потому что там рефракторный телескоп, просто Лиза за Лизой, а потом Ньютон изобрел другой телескоп, какой-то зеркальный, когда эти Лиза, а еще и зеркала, я не знаю устройства, но знаю, что сейчас зеркальные телескопы летают в космосе, там до восьми зеркал, которые друг другу передают и увеличивают дочерное изображение, и, в общем, такие данные получаем, о строении космоса, что есть, батюшки, там тоже, у него 10 лет, простите, пожалуйста, я не знаю, не знаю, не знаю, батюшки, а как же они, а вы записочки, бросайте, ну, что, правда, если только напишут, бумажки, если есть, уже, видите, вот тут люди, вот, если что-нибудь просите, ну, подойдите же, запишут, правда, ну, вот, так что, идите туда, я подберу, ничего страшного, давайте, правда, вот, и, на самом деле, потому что хочу узнать, о чем вы-то интересуетесь, вот, ведь я сказал, как возникли животные, интересно, и вот этот первый ученый, значит, философ, сакран был чем интересен, что он ничего не писал, никак для ни одного произведения, его нету, он почему-то сразу решил, что еще, наверное, время в письме не наступило, он только рассказывал ученикам поступить, вот так легко было его школу поступить, и, нет, он, как очень грамотный философ, он сказал, что меня могут слушать только люди, которые, там, не заевшиеся, вот, вот тут я вижу себя такие стройные вокруг, можно об этом сказать, не побьют, вот, оказывается, он говорит, так, вы месяц проголодайте, тогда ко мне-то занятели, приходите, вот, бедные эти ученики, и месяц еще не емшие, приходили, думали, что там, бомбар, бомбар, голодные, но, оказывается, через месяц происходит такая перестройка организм, что на вас, там, только весел, жизнь не радостная, они тебе больше не думают, в общем, хочется учиться, а все-таки, правильно же, говорят, сын, тебе брюхо, учению глухо, правда, поешь, да, приходится спать и не учиться, и вот, пожалуйста, значит, он ничего не писал, но уже вот первый из этих ученых, Платон уже был учеником Сократа, записывалось все, и, в общем, Платон и Аристотель все это друг за другом писали, и уже были книги потом, следующее поколение, но Сократ только говорил, и вот, слава богу, уже такие, уже пишущие ученые, как Платон и Аристотель пошли дальше с книгами, уже можно читать этих людей, но одна его поговорка удивительная, вот вы ее, наверное, слышите, как много иногда говорите, немножко она кажется какой-то выпендрежной, но он не знал этого слова, но так вот сейчас, современно, знаете, что он сказал, я знаю только то, что я ничего не знаю, как ты думаешь, выдающийся ученый что-то учит людей, правда же, берется учить людей, и он ничего не знает, ну, как-то кривляние такое, знаете, я точно, да, люблю сказать, что я, вот, вы думаете, что я умный человек, да, вообще я лично, и вообще-то искренне считаю себя хорошее название, я себе придумал, придурок, не знаете, что это такое, это вот, ну, не то, что человек, который нарочно придуряется, а это человек, который, вот, ну, я такой, кто-то, все немножко по барабану, все-все пофигу, особенно вот это вот, условия жизни, комфорт, там, все такое, мне хоть на бренок поспать, хоть на сене, хоть и надо, ну, на снегу не очень люблю, но иногда леточки поспать, ну, вот мы путешествуем, потом, потом, значит, это вот, там болит, твой болит, ретикулитор, ну, терпим, терпим, и вообще, наверное, если человеку за 60 лет, там, межзаметно, за 60, значит, там, такой из поговорок, что если тебе больше 60 лет, ты утром проснулся, и у тебя ничего не болит, значит, уже помер, ну, значит, живой еще побежал, вот, ну, так вот, Сакран сказал, я знаю только, что я ничего не знаю, это не выпендрешь, и не придурялся он, а он сказал, там продолжение этой поговорки, которая говорит, что я знаю только то, что я ничего не знаю, но остальные люди даже этого не знают, вот это да, то есть остальные люди тоже ничего не знают, но вообще не понимают, они думают, что знают, и на самом деле мы теперь, то есть, и нашего современного понимания про строение Вселенной, а? Неужели вы думаете, что Сократ знал, что Земля вращается вокруг Солнца? Нет, не знал, тогда было, конечно, почему и назвали это Вселенной, потому что думали, что Земля плоская, правда, а там что под ней киты, там три кита, или три черепахи, или три слона, это в каждой сцене могли придумать что-то, но то, что она плоская, ровная, и сколько ты не идешь, она не загругляется так, как нам теперь рассказывают, многие до сих пор считают, что Земля имеет форму чемодана, убеждены, что, ну, так шутка, ну, конечно, плоская, но если вы хотите, чтобы она была, так, со всех сторон, чемодан, но то, что она круглая, пришлось доказывать, причем доказательства были ведь не сразу даже получены, если бы Колумб уже знает, что до него еще все-таки убедили, что Земля круглая, он подошлись, он поплывет куда? На запад из Португалии и Испании, он был самым все-таки португальцем, из Испании поплыл, испанский король ему дал нам, что там он приедет в богатую, в восточную страну, слышали, вот, говорит, богатейся в восточной стране, Индия, страна чудес, страна алмазок, золота, и все, что ты хочешь, если он, говорит, я себя на круглую, то есть я поплыву вот по океану в ту сторону, в обратную, я как раз дойду до Индии, правильно? Достиг на Индии, пробегу же никто не знал даже, он поплыл туда, он не знал в степени кривизны Земли, и когда он через там пару месяцев наткнулся на своих кораблях на Землю, он был уверен, что это Индия, с обратной стороны, Индия, они точно даже не знали, как эти индийцы выродят, давай сюда, спасибо, ух ты, да, спасибо, и вот, значит, он назвал это Инди, почему индейцы-то некто, зачем краснокожих этих, жители Америки назвали индейцы, потому что они были уверены, что это индейцы, они так и назвали их индейцы, индец, а потом, когда уже обнаружили, что это не индейцы, пришлось вот регулировать, значит, те, которые в Индии, вот как это называется? Индусы, да, не совсем, индийцы, живущие в Индии, индийцы, а индусы это те, кто верят в индуистскую религию, и те индусы, это религиозные, но среди живущих в Индии, индийцев очень много мусульман, и вот у меня был друг как раз, который был Факиром, и мы с ним вместе снимали фильмы «Реки-ти-ки-тали», под руководством нашего великого, так сказать, режиссера, основателя программы «Меджета» с Гурини, вот это был главный режиссер, мой друг Абу, его звали, Абу, значит, держал этих змеи-магустов, мы их стравливали для съемок, но он, в общем-то, был их всем кормить, держать, переносить на съемки, уже на съемках мы сами располагались, это без мебель, куда она должна ползти, когда она должна подраться с Мангустом, когда нет, это мы режиссер, ну, Александр Михайлович Гурини, основатель передачи «Меджет-живот», я это все регулировал, а вы, знаете, я старался, чтобы никто никого не укусил, чтобы кокры для себя прилично, и вот на этом мы все отстроили наше дело, и Абон был мусульманин, чистый воды мусульманин, я немножко отвлекаюсь, но, может быть, это тоже интересно, и когда мы там снимали, два месяца, и январь, февраль, самое хорошее время для съемок, и вот такой, казалось бы, фильм «Реки Тикитая», у меня мало кто видел, обычно все видели мультфильм «Реки Тикитая», тоже очень хорошо нарисованный, и когда я попублировал оттуда, это был 1975 год, я к друзьям говорю, мы сняли фильм «Реки Тикитая», и все говорят, какой замечательный мультфильм вообще, такой снимательный фильм, такой настоящий, очень не вышел, а они говорят, а мы думали, это вот, мы сняли, вот, мультфильм нарисовали, а мы сделали нереальный фильм, в котором играли вот англичанина и его жену играли, Алексей Баталов Маргарита Терехова, помните таких актеров, вот, но остальные все были, так сказать, животные там, ну, еще был мальчик, у них сын, но сына, конечно, у них не было, в общем, у Терехова и Баталова взяли в посольстве нашем, его, в отделе взяли, какого-то мальчика, сын каких-то посольских ребят, такой лет 12, он как раз нужен был, и вот вокруг него это все разыгралось, потому что там, если вы помните, там были две кобры, Нака и Нагайна, она и его, значит, супругская пара, теперь вот, конечно, кобры парами не живут, но тут надо было противопоставить паре людей, паре этих коб, и они задумались, что вот, если они убьют этих двух хозяев, их мальчика, то они поселятся на этой усадьбе, и будут прекрасно жить, они уже отложили, она отложила кладку яиц, вот сейчас как все вывезут, надо такая семья тут будет, ну, давай сюда, давай, спасибо, вот, потом сейчас почитаю, и вот, значит, они, значит, сначала, нах, муж этот, кобры, заполз прямо в ванну, помните, вечером, встал, ночью, как зайдет хозяин, он вам тяпнет, молгус за этим уследил, реки тикитары, пробрался туда, и, значит, он не стал драться с этим, он просто, по-моему, даже драться, значит, там тоже устроили такую свалку, ну, такой шум поднялся, что выскочил хозяин, значит, жена услышала, хозяин позвонил, он вошел, прям, молгус дворами отцепился, с этой кобры, значит, он ее застрелил, прямо в ванной, а вторая, вот, ну, Нагайна, ну, надо все-таки как-то добиваться, потеря мужика, еще ее огорчило, но, ну, не настолько, как у нас там бывает, значит, он, это, Нагайна отложил кладку, и думал, вот я сейчас, мальчик, выходил в сад, и сидел вот так вот, спал, в шезлом, и так, значит, ноги босые, он тут босиком, и она подползает, прям к колбасым ногам, и говорит, я сейчас убью этого мальчика, и тогда останется только вот эти взрослые, как-то с ними справлюсь потом, вот, она подползает, вдруг уходит, к ней навстречу, мангуст, держит, в пасте яйцо, это самое, он говорит, там я нашел твою кладку, говорит, твоих, твоих детей, и я их всех уже, то ли уже перекусал, то ли если я перекусаю эти яйца, вот у меня еще одно яйцо есть, если ты его тронишь, я это последнее яйцо тоже загрызу, она в ужасе, значит, кидается на него, она от нее, но надо сначала показать, что он не разговаривает, прям около голых ног мальчика, он сидит, и это сидит, вот я, значит, моя роль была в том, что я должен выпустить кобру, заставить его так встать в эту позу, как бы разговор, такой укол в ног мальчишке, вдруг она бы не тяпнула его нечаянно, вот, и ему, конечно, было страшно, закрыть его глаза, он лежит, знаете, что укол в руках у ног, но мой отец терпел все это, а вот как заставить их так, чтобы это был разговор, они же не могут руками просто поворачивать, ну и вкладывают их в ее, так сказать, ну она должна же посмотреть в Мангут, потом на мальчика, в общем, это было очень нелегко, с артистами проще сказал, посмотри, там, смотри, ссоры, и вот мы это снимали два месяца, а потом главный наш режиссер и, так сказать, шеф Сгуриди, Александр Михайлович, вот, первый ведущий этой передачи, я в нем был выступающим, и помогал ему фильмы снимать, он меня и в Африку брал, еще до этого, мы снимали другой фильм, Дикой жизнь, Гангвадок, так он назывался, это уже такой документальный фильм о жизни животных, саванны, восточно-африканские, Танзания, Уганда, если бы такие места, смотрели все эти стада, снимались, вот и в Масае были в гостях, помню, такие скотоводы, которые не едят мясо, и всех коров они держат, просто так казалось бы, оказывается, они просто, их просто так держат, они мясо не едят, а кровушку корови пьют, это что за белок, правда, и молоко пьют, так что, неплохо живут, но, а как они кровь берут, это все, вы там это все сняли, картиночка та еще, понимаете, сначала два человека спереди, за рога ее держат, два, сзади за хвост, и за задние ноги, так, чтобы она не обижалась корову, один человек подходит, лук и стрела, и вот он, значит, видит где-то артерии, не вены, а артерии, потому что вены, вены давления маленькие, кровь возвращается к сердцу, а в артерии очень большая, вот у нас по шее тоже не хочу, он себе поклонен, тоже сонные артерии, такие мощные, да, если человек хотят придушить, вот, хватает, сонные артерии, человек теряет сознание, сразу, как представьте себе, значит, что получалось, он, значит, бьет лук, и вот, в состоянии всего-то, в двух метрах, в эту артерию целится, и стреляет из лука, может быть, просто бы ткнуть, но ритуал, понимаете, так положено, стреляет, прямо и в шею, в эту артерию, потом, у них есть колебасы такие, это, значит, плод, дерево колебас, который, вот такой, вот, как кувшин, и его вычищают изнутри, там, семена вынимают, это, получается, такая, наоборот, плохо стоит, просто круглое дно, но, так как, бутылка, вот этот колебас, чистый, пустой, а, нет, не пустой, они сначала наполовину, эту колебасы, надаивают молока, а потом же, с этим молоком, в половину подносят, к этой корове, и один человек, эту стрелу выдергивает, и оттуда, так сказать, труя крови, это мощное давление, а второй тут же, подставляет этот колебас, и набирает вторую половину, колебасы крови, и вот это берут, но потом, когда наполняется колебас, кровь уже затихает, сила ее потока, они берут эту глину с земли, вот так вот, и вот так вот, там у нас сразу разрепляют, и все прекращается, кровотечение, больше ничего не надо, а вот эта вот кровь с молоком, ну, когда, хорошо себя человек чувствует, даже чувствует кровь с молоком, вот это, наверное, от мазаев пошло, они вот так смотрят за бедет, и вот так по очереди, из горландых, это напиток, ну, очень, конечно, калорийный, полный, так, витаминов, и все, чего-то хотите, и они их, поэтому, когда они коров не едят, они их так, досталось, вот так доят, доят, значит, молоко, там молока нет, только кровь-то бывает, вообще, это вот все в этом фильме есть, дикой жизнь Гондваны, ну, в интернете можно найти, Гондваны, это, Гондваны, это название праматерика, вы помните, сейчас, все знают, это теория дрейфа континентов, когда континенты были в мете, там поползли, сначала думали, что это какой-то бред, это, так сказать, выдумка, но сейчас это уже абсолютно доказано, это уже не гипотеза, не теория, так сказать, чистейшая правда, как мы много вот узнаем того, чего мог подумать Сократ о каком-то древе континентов, или о том, что Земля вращается вокруг Солнца вместе с Луной, так ведь? Луна вращается вокруг Земли, но вместе с Землей, она еще вокруг Солнца вращается с такой же скоростью, как и Земля, то есть, Земля вокруг Солнца, один наоборот, делает за сколько времени? Ну, сапог. Да. Вакурусу, а? Вакурусу, как? Вакурусу, да, да, и четыре часа, из-за этого там приходится високосный день применять, начался високосный год, значит, двадцать девять, одно прибавляют, раз в четыре года, потом появился старый календарь, новый календарь, старый, григорианский, какой-то там был какой-то папа римский Григорий, а потом, ой, старый, Юлианский, это Юлий Цезарь, еще придумал, а потом, а там, Григорий ввел календарь, который на тринадцать дней, какой-то самое, назад, понимаете, потому что вот эти там часы, неполные сутки, вот все давало, прибавка, прибавка, это вообще потрясающе. Вот мы теперь, наша церковь православная никак не может перейти на этот новый календарь. Такой консерватизм, ну, я бы сказал, я молю, тут, может, батюшки нет, сиди, или слушай, а я считаю, что, ну, не нам судить, вот так я всегда говорю. Церковь отделена от государства, и то, что она делает, это ее, то есть, собственное право. Я тоже подумал, вот то, что на церковном славянском языке служит церковь, ну, многим же это все-таки не очень понятно, что заходит, молодежь слушает, там почти слов половина не понимает, что они очень старинные и трудно, а вообще-то там очень интересное такое содержание этих молитвов, ну, не понимает молодежь, после этого уйдут, а батюшкам не хочется, они учились этому в семинарии, там, в академии духовные, то есть, они свободно владеют, то есть, когда вдруг отказаться от него и перейти на простой русский язык, как-то вот, ну, некомфортно, я их вполне понимаю, они еще долго будут цены, так сказать, из-за, вот то, что литургия идет на церковь славянском, ну, это вот такой, это, по сути, красиво, консервативно, традиционно, ну, не думаю, что реформа близка, хотя Библию перевели на русский язык, Евангелие перевели на русский язык, уже, блядь, церковь славянская, делали еще 19 веке, вот что-то мы отвлекаемся от тема животных, и вот мы тут снимали, снимали этот фильм, и через два месяца, вот, Александр Козборид сказал, мало мы наснимали, нам еще минимум два месяца надо снимать в студийных условиях, вот эти все домашние сцены, там где-то, то, чего-нибудь досняли, и мы взяли с собой в Москву, после двух месяцев взяли этого Абу, мусульманина, вместе с шельфью кобрами, с семью монгустами, привезли в Москву, и тут возникла такая загвоздка, поэтому скурить не очень подумал, ни в одну гостиницу не посели, шельфу Абу, потому что, если у него он должен ежедневно там ухаживать, за ним, кармить, поить там, этих змеев монгустов, змеи могут недельку подождать, а монгусты, каждый день надо кормить, вот и, они, значит, на студии тоже никто нигде не позволяет оставлять и поселять этого, и вот тогда скурить пришло, да, еще есть загородная у них база, там, петрушки, но она так далеко, за 100 километров, если каждый день делать 100-кометровую поездку, то обратно, тоже не годится, и тут он говорит мне, Николай Николаевич, а вы не можете так вот с собой немножко пожертвовать и взять все на дом этих самых, вот, а мне как-то проболтался, что у меня на лето, мы на садовый участок съехали, вот там копают все, и один остался в квартире, в комнате, квартира такая, вот, все на даче, как раз и там и Юлия, когда все на даче, значит, он говорит, ну, возьмите к себе, ну, ради такого учителя моего до работы делали, сказал домашним, не приезжайте, сидите на даче, да, осень, они там остались, даже не видели все это, теперь сами жили, я говорю, душу в квартиру, где там 6, магнусто всем кобр, никто не хотел приезжать, и вот мы с Абубой вместе поселились, он в одной комнате, а в другой, и он их там кормил, и все, зубы у них все, у них кто-то говорит, ну, наверное, у кобры вырванные зубы, там, даже если кобра вырвает зубы, она, если вас схватит и укусит, у нее передние зубы, а есть даже их обломать, и все равно из этих дырок, где вот остается зубом, пойдет яд, она его ведет через основание зубов, это первое, а второе, если и так вырвать зубы, что бывало в случае у них, они очень быстро погибают, потому что начинается нагнонение во рту, там все, эти зубы у них заменяются постепенно, но только если вот, так сказать, они выпадают когда-то сами, когда-то остаются там, или что, зубы, и вот постепенно выдвигают, следующие зубы вырастают, такими вот, подвижены, это система, но не будем на них подробностей, и вот, поэтому они все судьбами такие, могут и укусить, ну, а пусть с ними обращался, великолепно, в общем, качественно, четко, вот эти, это самое, и вот, значит, единственное, что началось, я-то езжу на работу, в университет лекции читаю, а его забирают с утра, заходят в наш спальный район, там, это Орехово-Борисово, заезжает чайка, значит, машина платкая, чайка черная, это студийная машина, вот этот научный фильм, забирал эту лоб, он уходит с этим всем ящиками, все там, вот, кто такой поселился, так там чайка приезжает, обычно на чайках ездят только члены полиперона, и там, и министр, и вот этот простой, а уехал туда, потом обратно, приезжал со всем этим, своим зоопарком, и ко мне там в квартиру заселялся, но я иногда прихожу, а он, оказывается, соседи пронюхали про это, покажи, 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 значит, и он, стал их пускать, я не с первого дня узнал, а один раз я вижу, я же захожу, там стоит, через 10, вот так, прижавшись с тем, кузен, а он, показывает, губно, вернет, и все такое, я вдруг вершал, выбившим, я говорю, дела, я, значит, попросил, ежели уйти, потом по обуви, это я говорю, ты что такое, ты же не понимаешь, что в таком пьяном виде они могут тебя цапнуть, и вообще, как ты пьешь, мусульманин, ты что, я о твоей жизни расскажу, он так испугался, знаете, он, он не подумал, что я ему скажу, я о жене, я так не поеду, выйдет, в то время, у Америки, не было телефона, я не знаю, вот, и он испугался, потому что, не знаю, может, опять поедем, выйдет, и он, значит, испугался, я говорю, ты что, ну, он, я вот взял, там, чего-то такого, значит, там, я пиво напился, ну, может быть, на весь пиво, если человек не пьет вообще, то, может быть, пиво достаточно, чтобы, так сказать, вот так вот, руками махать, но это опасно, конечно, для общения с кобрами, и вот, что он, что его совесть заела, и он мне рассказал, почему нельзя его же не об этом рассказать, он говорит, я один раз все-таки, меня еще там выйдет, уговорили, выбег коллеги, какие-то фабики, факеры там, разные, геннальные религии, а он мусульмайн, а там же индуисты могут выпивать, а мусульмайн не должны вообще, то есть у вас есть мусульмайн, и изначально всегда трезвый, можете мне поверить, вот, некоторые, да, они тоже пьют, нет, а как правило, нет, вот это очень большой грех, Аллах не простит, да, а наш Господь, Бог правил, да, в меру, в меру, главное, меру знать, вот это, знаете, пейли, знаем меру, да, вот один мужчина такой, просто это выпишет, он говорит, что ж ты меру что-нибудь знаешь, знаю я меру свою, знаю, но мне ни разу не удавалось ее выпить, вот так, меру поставь, не достигал, я же не буду, вот, и, вот, значит, он рассказал, как было дело, когда он один раз пришел, я это рассказывал потом, в политическом музее, я читал лекции, просто так, вот тоже про змеи, про что-то еще, в будущее еще, после этого, приехав с этой съемки, уже, я начинал лекции читать в политическом музее, еще, будучи студентом, это очень смешно, правда, я почему-то, мне казалось, что я так много знаю, вот сейчас Сократа, я там, начали с ней говорить, про животных, про змеи, там, в политическом музее, слушали меня, вот вы тоже меня пока, сейчас слушаете, я всегда жду до первого, до первого, тухлого помидора, или там, если у меня швырнует, пора, пора, смываться, я напомню, как, приключение Тома Сойера, они с Гекель Берифином, там, поставили какой-то спектакль, какой-то дурацкий, полгорода пришло, в котором я с Аней путешествовал, полгорода пришло, посмотрели, ушли, и рассказали о стороне полгорода, что все вот так здорово, все так и тесно, а сам Тель-Клуб из Баба, потрясающе там, и неинтересно, пошла, пришла вторая полногорода, еще раз посмотрели, и потом они скажут, что третий спектакль, они им покажут, знаете, и пришли, может, не весь город, но все, кто смогли, пришли, и тут Том Сойерс, Гекель Берифином почувствовал, и запах идет, запах тухлых помидоров, нет, такие гнилые помидоры, и тухлые яиц, на куриные яиц, тухлые тоже кидаются, очень хорошо, они более шестнодо грозит, вот они до середины спектакля дошли, потом в задние двери выскали, побежали, и убежали весь народ, полный карман и помидоров, гнилых, эти самые, тухлые яиц, все проползли, они не сумели отомстить, этим за эти дурацкие спектакли, вот, ну, и я тоже так, споклял, если еще не один, то он был полнадцать, значит, все в порядке, и вот, значит, он пришел напившись, и что делала жена, я помню, в политический музей, я говорю, вам, женщины, как, если у кого-то муж пьяниц, вот делайте так, как она сделала, она, значит, у них там керосин, знаете, ну, бензин, у них особо нет, но машина нет, а керосин, лапы, как у нас в деревнях, естественно, она взяла керосин, облила себя керосином, и побежала за спичками, а у них самосожжение, это очень популярный такой способ, показать, что тебе что-то не нравится, женщина, вот, я говорю, и вот, прицеление, он бросился, конечно, его удерживаем, нет, это и спичка, она рвется куда-то, то и чипнуть спички, да, нет, то все, превращаешься, так сказать, в стол пламя, вот, и, значит, ну, все-таки, он ее как-то уломал, там, что-то мне связал, умолял и сказал, что никогда больше пить не будет, вот, я ему говорю, если ты вот еще раз тут попробуешь, в Москве, я тогда, ты ее сведения доведу, и она тебе там, ты придешь, она уже будет сядь со спичками, вот, но когда я это посоветовал нашим женщинам, то он сам сукинцый мне спички подать, я говорю, ты неужели подожди, так плохо, мужьях думают, а там, вот, лучше о них думать, плохо, чем хороша, иначе нарвешься, но я предполагаю, что лучше он уже и себе, так как, вот, современная женщина, как делает, муж приходит, пьяный, домой, значит, дети не слушайте, это не про ваших пап, нет, домой приходит, и такой, весь накачался, такой, ну, мужской, такой твордостью, с друзьями, там где-то, к Васил, к Василу заходит, а жена стоит так за спиной, руки держит, ну, чего, он говорит, он говорит, а что там, что там поздно, а кто у нас, и хозяин, сейчас покажу, и достаю сковородку, и за спиной, и спросить нельзя, какие-то, может, надо приезжать, так, ну, еще тот прекрасный случай, когда школьник приходит, это детский рассказ уже, приходит школьник к другу, ну, там, 6-й, 5-й класс, заходит, и видит, да, окно разбито, на кухне, он говорит, что, другу спрашивает, что такое, ну, разбила мама, а виноват папа, как же так, ну, понимаешь, дело, потому что они поругались, на кухне поругались, мама-то и разозлилась, и так, возьми, метни в него сковородку, опять же, прям, а он возьми на месте, сковородка пролетела, и выбила окно, он же, новат, брат, такой, ну, груз, не будешь, как раз, как больше для женщин, да, вот, ну, другая музыка тоже надо знать, что у себя надо нагибаться, и в теоретии, в теоретии сковородка, опять же, это, кстати, послушайте песню Слепакова, знаете, Слепакова, да, все знают, вот там у него, он с такой-то девушкой поет, что они, муж и жена, он говорит, ну, я вот, я тебя очень люблю, но вот это чисто гипотетический, теоретический, так сказать, если я вдруг что-то такое с кем-то увижусь, и что-то такое там произойдет, он говорит, ну, да, да, конечно, такой, но тогда ты вот учти, что, я тоже чисто гипотетический, теоретический, вот если вот такой, ты заходишь, ну, чисто гипотетический, у меня вот, с руки оказываются сковородкой, почему-то она, ну, чисто теоретический, но идите прямо в голову, понимаешь, но так, и вот тут они на этом сошли, что, в общем, лучше не возбуждать друг друга, ну, вот, такого обума, я вам описывал, вот его портрет, некоторый вроде, и благодаря мне, он окончательно просит пить, вот, после моей угрозы, что я его жене сообщу о том, что он в России хряпал, это был Советский Союз даже, ну, вот, таким вот мы сняли фильм «Рикити китай», и в это время, мы больше двух месяцев были в Индии, и Загуриния, Александр Михайлович передал видение передачи, этой передачи в наше отсутствие, я был выступающим только, Василия Михайловича Пескова, если вы помните, такой замечательный журналист, общен, собственно, который исправит,